Серега Серебинин, команда отрядов, они ездят под зубцов каждый год. В прошлом году они выкопали за два месяца вместе с шестью другими отрядами 1040 человек, которых было 38 жетонов, нашли и всего 10 удалось прочитать. В этом году они выкопали 804 человека. И мне посчастливилось, я приехал на три дня буквально, и я откопал человека, представляете, совершенно случайно. Как объяснил мне Серега, что он нас сам к себе привел. Вот, я просто пошел с мужчиной, с одним, у мужчины было лопата и щуп, никаких миноискателей не было. И мы тыкали этим щупом, я тыкал, тыкал. Он говорит, что там такое? Он говорит, а скрижетать будет. Я говорю, а вот скрижечь. Он говорит, ну давай покопаем. Ну давай. Ну я покопал, и выкопали солдата. Вот, у него, значит, таз был расколот, череп был расколот, вот, и он был в валенке одет. И вот мы стоим, выкапываем эти валенки, там пришел человек, который соображал в этом деле. Он говорит, сейчас аккуратно, сейчас его богатство пойдет, потому что в валенке все прятали обычно, или в ботинках, извините. Вот, и точно, в валенке, значит, я поддеваю лопатой, он говорит, тихо, тихо, там похоже ноль штук, а там медальон лежит. Вот, и мы у всех руки задрожали, значит, капсулу вот эту, эбонитовую. Вот, ну я ее раскрутил, там, знаете, что было? Там было перышко, которым пишут, переводи, вот, которым чернила макаете и пишете. То есть человек ставил свою жизнь ниже, чем написанные слова. Он там не оставил записку, а он туда перышко положил, чтобы перышко не потерялось. То есть это, видимо, был очень грамотный человек, интеллигентный. У него была расческа большая, у него было зеркальце разбитое, у него было две ложки почему-то. Вот, и карандаш у него был красный, такой грызочек маленький. Вот, ну и все. И кто это был? Безымянный герой. Вот. А песню я ее уже пел, собственно говоря. У поисковиков есть свои легенды, свои истории. Вот один поисковик мне рассказывал, что я, говорит, сплю ночью. У них там ладерь, они в ладере живут, там зубы чистят, зарядку делают. Потом они садятся на машину и едут туда, где копают. Не там, где они живут. Вот. И я, говорит, ночью сплю, мне снится, что возле березы стоит солдат. И говорит, я вот здесь лежу копать. Я утром встаю, еще там, в сортир сбегал, зубы еще не почистил, взял лопатку и копнул. И там раз, человек иже. Вот.